Республиканский ботанический сад переживает реорганизацию. Большую часть территории, а это в основном дендрарий, передали под управление Террасполя. Ученые ботсада говорят, теперь у них будет меньше забот и больше времени заниматься научной работой. Они изучают и приручают экзотические растения. Те, которые у нас никогда не росли, но которые очень бы хотелось видеть на улицах наших городов. Так уже приручили кипарис, древовидный пион и другие деревья и кустарники. В прошлом году семена появились даже у гинкобелоба, древнейшего дерева на планете, ровесника динозавров. Много лет оно просто росло в саду, а теперь ученые надеются его размножить. А потом, кто знает, может и рассадить по улицам. О работе и мечтах ученых ботанического сада репортаж Александры Гашицкой. Валерий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Чем вы тут занимаетесь? Это Валерий Иванович Старыш, директор ботанического сада. Хотя по его внешнему виду сейчас в это верится с трудом. Это все надо выкорчевать. Потом, короче, привести это в поле чистое. Тут работы много. Помимо научных методик и планов и работ, приходится заниматься рукоделием, я так называю. Меня некоторые спрашивают, вы что вяжете? Я говорю, мужчины не вяжут, мужчины пилят, косят, рубят и тому подобное. До этого года ботанический сад занимал половину дендропарка, больше 20 гектаров. Сейчас границы перекраивают. Ученым оставляют территорию в пять раз меньше прежней. Мы довольны, мы займемся непосредственно тем, на что предназначен ботанический сад. Мы займемся наукой. Правда, перед тем, как вплотную заняться наукой, предстоит много поработать руками. Это не скромно, но когда-то надо об этом сказать. Вот по большому счету основная работа лежит на моих руках. Вот у нас как, водитель у нас вроде бы, да, вот по штатному расписанию. Но он делает все. Он и слесарь, он и пилит, он и косит. Вместе со мной мы вот эту всю работу делаем. Мы делали эту работу на площади 20 гектаров. Теперь большая часть ботанического сада станет парком для горожан. И там ученые оставляют свои растения, за которыми много лет ухаживали. Мы передаем городу порядка 12 тысяч с половиной растений коллекционного фонда. Это редкостные растения, которые для нашей зоны, которые растут на территории дендрария. А что себе оставляете-то? А себе оставляем питомник. И вот эти два с половиной гектара, которые в перспективе будут коллекционным фондом, маточным коллекционным фондом для размножения. Маточный фонд – это экзотические растения, которые ученые адаптируют к нашим условиям. Их выращивают и пытаются размножать. Так здесь приручили 100 растений. Среди них древовидный пион, альбиция, павловния и кипарис. У нас они никогда не росли, а теперь их можно увидеть в городе и в частных домах по всему Приднестровью. Большая часть экзотов ботанического сада – это уже взрослые растения. Они останутся на прежнем месте в дендропарке. На научные делянки вместе с учеными переедут малыши. Цветы, кустарники и деревья, еще не до конца привыкшие к нашему климату. И те, кому нужен дополнительный профессиональный уход. Галина Будзе – заместитель директора по науке. Она сама высадила множество деревьев и кустов дендрария. Знает названия, особенности и примерный возраст каждого растения. У нас такая работа направлена на то, чтобы зимой на цветнике было красиво, хвойные растения, чтобы тоже присутствовали, лиственные, вечно зеленые растения и растения, которые цветут в самую-самую жиру нашу – июль, август, сентябрь. Ученые говорят, наш климат в последние годы становится все больше похож на средиземноморский. Это позволяет присматривать для Приднестровья новые виды растений из Азии, Африки, Северной и Южной Америки. В планах на ближайшие пять лет приручить более 50 видов экзотических цветов и кустарников. Это у нас детский сад. Отсюда все начинается. Вот с растений мы снимаем череночки, семена, сеем, черенкуем в этих парничках. Вот в горшочки садится, чтобы в горшочках это не вымерзло. Потом с этих горшочков все высаживается в поле, потому что так лучше приживаемость. Этим тоже лет семь. Еще интересно, тис черенка, он невысокий, а семян он как дерево, и оно тененовыносливо. Представляете, в нашей зоне, под нашими огромными деревьями, хвойное дерево тис, которое выдерживает эту тень. В прошлом году в дендропарке впервые дало плоды живое и ископаемое – дерево гинго-белоба. Ведь гинго – ровесник динозавров. Тираспольским белоба примерно 60-70 лет. Есть женские растения, есть мужские. Мы думали, что попали к нам только или женские, или мужские. Поэтому в прошлом году, когда первое семечко мы собрали, мы были все в шоке. В этом году оно обильно цвело и даже какие-то семена дало, небольшие. Еще одно дерево-экзот, которым гордятся в Бот-саду, родом из Северной Америки – это тюльпановое дерево. На Яндекс.Картах даже стоит геометка – как найти тюльпановое дерево в дендрарии. Размножать это растение очень трудно. Всходит всего 5-10% семян. И то при определенных условиях. А нашим ученым удалось найти подход к экзоту и получить небывалый самосев. Методом затопления поливали это дерево. Благодаря этим затоплениям, наверное, завязалось столько семян. В прошлом, позапрошлом году взошло как газончик. Вот сплошняком было очень много этих вот всходов. И я думаю, что даже эта засуха не сработала. Все саженцы тюльпанового дерева ученые рассадили и надеются еще каких-то 3-4 года. И этот иностранец станет привычным для нас и будет расти на улицах и в парках. Подбирая новых питомцев для адаптации в Приднестровье, ученые смотрят, насколько это красиво. Предпочитают вечно зеленые. Вот кустарник из коллекции. Всю зиму зеленый, а в феврале еще и зацветает. А, вот бутончики видны. Вот они. В феврале зацветут. Запах такой, ландыш. Сладкий вот такой, но в феврале. Если честно, у меня мечта такая, чтобы наш, не только наш город Тирасполь, а вообще наша республика была зеленая и зимой, и летом. Большую часть дня сотрудники сада, неважно, рабочие ты или ученые, трудятся на улице. Только в конце дня или вот как сейчас, зимой, в кабинетах. Валерий Иванович ведет нас в доме, где научные сотрудники занимаются теоретической частью исследований. Идемте посмотрим, вот в каких условиях добываются научные результаты. На первый взгляд в кабинете царит хаос. Везде какие-то пакетики, сито, корешки. Но лаборанты здесь отлично ориентируются и объясняют, тут нет ничего лишнего. И даже вот этот кот не просто для удовольствия. Он оберегает семена от мышей. В ограниченном пространстве 110 видов растений. И их надо всех, все внимание, все это надо подготовить к следующему сезону. Только Ниночка знает, где, что у нее тут лежит. В соседнем кабинете отбирают семена для следующего сезона. Вручную чистят каждое семечко. Затем проверяют его на всхожести и потом фасуют. Вот здесь у нас кабинет, где располагается директор. Ну вот здесь мы проводим совещание. Вот так вот мы живем. И жизнь не останавливается. Все как в природе. Меняются сезоны, летят годы, меняется мода и власть. А в ботаническом саду всходят, растут и зацветают новые растения, чтобы мир вокруг нас был зеленее и красивей. А за этим стоят люди, ученые с лопатой и тяпкой и с мечтой о прекрасном. Александра Гашицкая, Дмитрий Ягодкин. Отражение.